Лишенный детства. В Веселой долине Донецкой области Миша единственный дошкольник. За три года мальчик провел больше времени в подвале, чем на детской площадке. Из-за частых обстрелов даже не сразу начал говорить. Историю продолжит Оксана Чкарчма. А что вы прятались? Расскажи. В танке в Москве. Когда началась война, Миша было чуть больше года. Во время обстрела в Веселой долине он не понимал, что происходит. Тогда страшнее всего было взрослым. Летом он будет два года. Тогда было очень страшно, конечно. Мы обесточены были, в Клиновом перебили под станцию. И мы были без света, поэтому здесь осталось 10 на поселке. Здесь Елена с внуком провела не одну ночь. И хоть сейчас в поселке относительно тихо, в подвале у женщины до сих пор стоит консервация. На всякий случай. Живут Власовы в наполовину заброшенном доме. Жители покинули его после первых обстрелов. Это у нас подъезд. Ну, можно сказать, один заселен полностью. А во втором половине никто не забыл. Там разбиты все. За время боевых действий Веселая долина опустела. Число жителей уменьшилось в четыре раза. Но Елене деваться некуда. Пока дочь на заработках, женщина опекает внука. Миша необходимо особое внимание. Стреляли очень сильно. Миша у нас долго не разговаривал. О! Все, поехали. Мальчик часто просит бабушку отвезти его на детскую площадку. На весь поселок всего лишь одна качеля. Едем в город на рынок, в магазинку, на больницу надо. За пределы населенного пункта удается редко. Автобусы сюда не ходят. Нет в долине и магазинов. Чтобы выжить, приходится держать собственное хозяйство. Это молоко детям, понимаете. Это творог, это сметан, это все детям. Это кормилица. Это я не знаю, как без коровы можно жить вообще. В тяжелое время семья получает стабильную поддержку от гуманитарного штаба Рената Ахметова. Уже два года им привозят наборы выживания. Вот и в этот раз домой бабушка и внук возвращаются с продуктовым пакетом. Я за свой поселок скажу, потому что мы здесь общаемся. Все, все очень сильно благодарят, понимаете, очень сильно. Нет слов, понимаете. Дело в том, что в садике, вот я слушаю, в школе дети приходят, психологи приезжают от гуманитарного штаба. Дети очень рады. Уже выдано почти 11 миллионов 700 тысяч наборов выживания. Штаб Рената Ахметова регулярно оказывает гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. Оксана Корчма, Александр Шмырев. Для сегодня. Канал Украина.